Здравствуйте, мои дорогие ребята, всем большущий пламенный привет. Мы сейчас с вами будем трудиться, работать, мы сейчас с вами будем обсуждать те темы, которые будут интересовать вас и только лишь вас. Будем постараться, будем постараться, господи, всем большой привет на YouTube, на Instagram, на IGTV, где бы вы меня не смотрели, ребята, всем большой привет и здравствуйте. Сейчас мы с вами будем обсуждать, работать, наслаждаться компанией друг друга и будем стараться как можно продуктивнее это время провести, поэтому будьте, пожалуйста, добры. Если у вас будет такая возможность, поддержите лайком и подпиской внизу в YouTube, здесь где-то внизу лайком, в общем, где угодно, ребята, вам большое спасибо за то, что мы с вами вместе, ваше здоровье. Алексей, добрый день, подскажите, как бороться с РПП, супер. Вот сейчас мы с вами и открываемся с правильного, супер крутого вопроса. Маргариточка, здравствуйте, Сергей Липовский, здравствуйте. Сейчас Сергей Липовский, Маргариточка, Иван Михайлов, Юрчик сейчас к нам присоединится и Кристиночка, конечно, пить кофе. Сейчас мы с вами начинаем с супер важного вопроса, как бороться с РПП. Ребята, что такое РПП? И это я просил вчера напомнить в виде вопроса. Это прекрасно абсолютно, что вы прям первым его подняли. Расстройство пищевого поведения. Сплошь и рядом встречается у людей, и я очень часто вам рассказываю о том, что у меня, у самого было расстройство пищевого поведения. Знаете, когда? Когда я в жизни не имел достаточного количества страсти, энергии, желания работать в том направлении, в котором мое сердце меня тянуло. Все очень завязано. Все очень и очень завязано. Ребята, никогда человек, который нашел свою страсть к движению, развитию и совершенствованию, не будет жертвой РПП. И РПП – это расстройство пищевого поведения, которое делает многих людей счастливыми. Сейчас я вам все расскажу, почему многие люди, даже не подозревая о том, что у них есть РПП, сохраняют свои привычки в питании таковыми, потому что они делают их счастливыми. Алкоголь – это одна из проблем расстройства пищевого поведения. Но лучше всего и круче всего – это с питанием. Ребята, я поговорю о себе. И вы сможете найти в моем рассказе, может быть, что-то, что будет зеркалить вас. Когда я был ничтожным человеком, который был очень закомплексован и закрыт в себе. Я об этом более глубоко рассказывал в своем видео в YouTube. Потому что компания, влияние людей, которые меня окружали, и мои привычки загнали меня в состояние психологическое такое, что я компенсировал недостаток самореализации едой специфическим поведением. То есть специфическое поведение – это какое? Это золотые браслеты, сережки. У меня же дырка в ухе до сих пор. Автомобили, бывшие в употреблении, которые когда-то стоили дорого, но сейчас они стоят дешево, но все на них смотрят. И вау, какой Мерседес. У меня, ребята, был Мерседес, который стоил новым много-много-много тысяч за 100. А я его купил за 15. Он ломался каждый день и не ездил вообще никогда. Но зато у меня был Мерседес, и я чувствовал, что я уж прям такой важный. И мне его купил папа. За что папе отдельный глубокий респект, потому что удовлетворял. Но, к сожалению, были у нас сложности общения с отцом. Ну и сейчас не вопрос в этом. Вопрос в том, что мы, не находя точку своей реализации в жизни, имея плохую компанию, имея какое-то количество комплексов, неполноценностей, пытаемся реализовать их за счет специфического общения, специфического поведения, напускного кича, который каждому из нас знаком. Все это прекрасно делают. Каждый хочет, чтобы о нем думали лучше, потому что, ну я же сам себя не люблю. И я сам себя не любил. И для меня вот эти понты в народе, то, что называется, был одним из способов улучшить самооценку. А еще одним способом улучшить самооценку было РПП, расстройство пищевого поведения. Почему так? Потому что продукты, которые ты употребляешь в пищу, делают тебя счастливым. И если ты употребляешь в пищу много сахара и много всякой разной нечисти, то твой сахар будет в какой-то момент зарасставлять твой мозг, вырабатывать допаминовые гормоны, и они будут делать тебя счастливым. И будучи несчастным человеком в среднем знаменателе, сахар для многих является решением проблемы, и моментально убежать от их вопросов реальности и действительности можно путем пищи. Какой же я счастливый, чувствую вбудораженное просто вот это чувство, знаете, как бабочки такие. Вечером меня ждет кусок торта какого-то, чай, жареная картошка, сосиски. И мой любимый фильм. И ты садишься, и каким бы паскудным ни был день, ты начинаешь есть, смотреть, и это кайф. И когда ты засыпаешь, ты думаешь, блин, завтра с утра опять все сначала дожить бы до вечера, чтобы побыстрее заняться этим, то, что делает тебя счастливым. И это основная проблема. Расстройство пищевого поведения уходит ногами в глубокое, нереализованное, самонедисциплинированное нутро каждого человека. И единственным решением, кто-то медикаментозно лечит это. Я считаю, ребята, что проблема не медикаментозная. А медикаментозная это что такое? Психиатрия. Психиатрия обычно лечится траквилизаторами, либо искусственными триггерами дупаминовых гормонов. То есть то, что делает тебя как бы счастливым, но как бы все равно ты зависим от какой-то субстанции. Правильно? То, чем мы с вами пытаемся заниматься, это сделать себя не зависимыми от чего-то, а постоянно абсолютно полноценными личностями, которые, если тебе хочется, ты сегодня этого не ешь, и это не делает тебя несчастливым. Если тебе не хочется, ты этого не пьешь, и это не означает, что что-то обязательно должно быть. Я делаю себе специально неделю отказа от кофе ради тренировок, собственной доминации над своими же желаниями. Я люблю кофе. Вы знаете, я пью 2-3 чашки в день, и для того, чтобы понять, что я независим от него, я специально отказываюсь от него на неделю. У меня нет кофе. Я пью чай, пью воду, я могу вообще ничего не пить, делать сухое голодание, например. И то же самое с едой. Только найдя точку вашей собственной духовной глубокой реализации, я об этом говорю сейчас постоянно и часто, каждый из нас знает, куда его тянет тело. Каждый из нас будет счастливым только тогда, когда вы сможете совместить вашу страсть, ваше знание своего тела, своей души и двигаться в правильном русле. Тогда РПП не является решением проблемы. Тогда это не так сложно бросить. Тогда вам не нужны вот эти напускные кичи какие-то. Вам вообще все это уходит на второй план. Потому что вы вырастаете на одну ступень, на вторую ступень, на третью ступень, и затем фотографии из области «Это я и моя сумка Луи Виттон». Угу. Завидуйте мне. Или фотографии «Это я и вот так вот». Вот сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Это кто знает такие фотографии у многих людей в Инстаграме? Сейчас. Ты заходишь, и это «Это я и вот такая, и мой БМВ». Не важно, что БМВ какой-то старый, поношенный. Дальше, если он новый, это не делает чести человеку, потому что его просто жаль. «Это я и мой БМВ». Смотрите на меня и на мой БМВ. Я вам скажу, что самые самодостаточные и уверенные в своих силах, не нуждающиеся в чужой зависти люди никогда даже свои автомобили не выкладывают в сеть. Откройте мою Инстаграм-страницу, и вы увидите, где я выложил фотографию моей супруги с ее маленьким фиатиком, который ни у кого не вызывает ни зависти, никаких злых эмоций, где я искренне порадовался за нее, потому что для нее возвратиться за руль – это очень сложный, глобальный, мощный челлендж. Моя супруга попала в жесточайшее ДТП 10 лет назад, в котором была вся ее семья, и слава богу, все остались живы, но машина не подлежала восстановлению, и после этого у нее был страшнейший, глубочайший страх – рулежки. И она выходит из зоны комфорта, работает над собой, над своими страхами, учится и каждый день совершенствуется. И для меня покупка ей маленького фиатика была нечто большим, чем просто машина. Это очень важно, чтобы каждый из нас развивался. Вот это был очень крутой вопрос, который мы однозначно сделаем темой, и я сейчас буду с вами дальше работать. Алексей, жду с iHerb коллаген, Калифорния, Гулк, буду пить. Скажи, надо ли при этом принимать меньше белка? Нет, нет, не нужно. За час до еды, пожалуйста, принимайте ваш коллаген, и не забывайте, дорогая, о витамине С. Посмотрите мое видео на тему коллагена. Ребята, как вам такая тема психологического развития? Вчера я для вас запостил видео о работе со стрессами, а сегодня мы с вами прямо начались в проходниках с этой шикарной темы. Есть утверждение, что жиры с углеводами лучше не совмещать, а употреблять отдельно. Если совмещать, то выводится гораздо больше желудочного сока, чем желудочный сок, и будет в любом случае выделяться. Есть мнение, что не стоит совмещать сахар с жирами. Это факт. То есть мороженое в этом случае – самый пагубный продукт, который вы можете съесть. Эволюшин не лезет не так. Поехали дальше. Если после съеденной рыбы начинает ей отрыгиваться, ничего это значит, что отрыгивается рыба, и все нормально. У меня с ней на голодный жуток выпиваю рыбьего жира. Такая же история. Очень рада, что пошла на вашу рекламу. Приятно, что попала на вашу рекламу. Приятно вас слушать. Полезные советы, малыши ваши классные. Катрин, спасибо вам огромное. Мы стараемся всячески развиваться, и Инстаграм действительно предлагает мои видео и рассказывает многим людям о нашем с вами Инстаграм профиле. И поэтому я безумно счастлив, что Инстаграм сам продвигает, и рекламу он продвигает, и мы с вами подписываем близких друзей и родственников. И это мега круто. Давайте сделаем 72 часа вместе. У нас как раз послезавтра будет 72 часа в марафоне. У меня в марафоне подходит к финалу мой 14-й сезон. 72 часа послезавтра, четверг и в пятницу мы готовимся всячески. И, ребята, я вас приглашаю, если вы хотите участвовать в марафоне, самое время отправлять заявки, потому что, когда заканчивается марафон, прям жесткий ажиотаж, и ребята набегают, занимают все свободные места. Поэтому регистрируйтесь заранее. Ссылка у меня в профиле, или если вы смотрите меня в YouTube, то под описанием этого видео. Скажите, пожалуйста, дозировку. Две таблетки с Opel Meta вы употребляете месяц. Так, давайте вниз смотрим. С N69. Так, о, я с вами сделаю. Делайте, моя хорошая, делайте, Кристиночка. Так, как мы вам рады, Алексей, что мы с вами знаем и вместе работаем. Настенька, вы дорогая моя, спасибо большое. И вам благодарю за ответ, но я имел на виду... Так, Алексей, вы просто супер, очень полезно вам, огромное спасибо. Ребята, давайте, задавайте активнее вопросы, пишите комментарии, чтобы я взял какой-нибудь крутой вопрос и начал с ним работать. Алексей, вы просто такая, никак не пойму, как считать, высчитать суточную калорийность. У меня есть видео на этот счет отдельное, которое называется «Как узнать свой метаболизм». Посмотрите у меня здесь в Instagram или в YouTube. Напишите, Алексей Ворон, как узнать свой метаболизм. Элементарно просто, вы умножаете одну цифру на другую, и все понимаете, все очень просто. СН-69, у меня только появились вы, потому что вы присоединились, и иногда очень часто мне вопросы, которые вы пишете, они мне даже не отображаются. Поэтому, извините, советуете ли вы пропить курс никотиновой кислоты? Я не вижу в ней особого смысла. Я не про салат, а когда мне что делать, если УЗД показалось, что желчный перекрученный 3 раза. Заниматься гимнастикой дыхательной и делать вакуум. Вы мои вопросы не отвечаете никогда. Извините, пожалуйста, я, вот смотрите, пожалуйста, о чем я говорю. Оп, пришла сверху заявочка в марафон, поэтому отправляйте, регистрируйтесь. И мне не ответили, ребята, я вот сейчас смотрю в чат и пытаюсь ответить. Извините, я иногда отвечаю 15-минут на вопросы, но иногда пытаюсь делать блиц. Ваше мнение про успокоительные таблетки, например, Персен. Вы знаете, вот это очень крутой вопрос. Давайте возьмем его, ребята, развернуйте и возьмем успокоительные таблетки Персен. Давайте сейчас поговорим немножко более глубоко. Что такое успокоительные таблетки и почему антидепрессанты, успокоительные таблетки, я считаю глубоко ненужными препаратами. У меня вот в одном из последних видео, если вы не видели последнее видео, которое называется в YouTube комплекс неполноценности, я вас очень его прошу посмотреть. Персен – это по-хорошему продукт, который содержит валерьяну. И валерьяна что делает? Валерьяна очень успокаивает вашу центральную нервную систему и очень хорошо расслабляет. Ребята, я советую успокаивающие травы, успокаивающие чаи, например, тот же пустырник, валерьянку, либо же какие-то продукты, которые успокаивают вашу нервную систему и улучшают ваш сон, только тогда, когда мы с вами делаем, например, 48-72 или когда человек только начинает интертермальное голодание, для того, чтобы успокоить нашу центральную нервную систему и понизить уровень количества стрессовых гормонов. То есть я, когда делаю 72, мне, например, тяжело уснуть, потому что у меня настолько разогнана система, у меня норопенифрин, норадреналин вырабатывается, это гормоны стрессовые, вторичные, которые тебя делают супергероем, и ты не хочешь есть, и ты перерабатываешь жир в энергию быстрее, если примитивно говорить, но они же будут мешать спать. И в этом случае вы можете использовать какие-то успокоительные расширяющие сосуды, ромашка, пустырник, валерьяна, персен в этом случае, это абсолютно травяные и нехимические препараты, то есть это не транквилизаторы. Но проблема очень большая, и это, подчеркиваю, это нормально, травушку попить и расслабиться, когда твоя физическая форма требует расслабления. Но расслабляться и искать успокоение в антидепрессантах, в персенах, в успокоительных проблемах, в препаратах, когда тревога на твоей душе, вот этого делать нельзя, потому что, во-первых, это вызывает привыкание, а во-вторых, это вызывает эффект того, что через неделю они перестанут действовать, вы будете искать более мощные, успокоительные, а дальше уже седативные препараты. И справляться со стрессом, справляться с нервозностью, справляться с тревогой вы должны сами. Точно так же, как с этим мы пытаемся бороться, когда, например, человек курит, и он считает, что сигареты помогают ему избавиться от нервозности, или человек, который пьет алкоголь, считает, что вечером ему пиво помогает расслабиться после рабочего дня. Это всего лишь оправдание, которое снимает с вас психологически ответственность за то, что у вас есть зависимость. И то же самое, ребята, борьба со стрессами. Когда у тебя на работе проблемы, ты борешься с ними не антидепрессантами, и не персеном, и не валерьянкой, а ты борешься с этими проблемами тревогой, дыханием, медитацией, работой со своим сознанием. Подчеркиваю, у нас с вами у всех шикарная память и потрясающее воображение. По большей части страх живет либо там, либо там. В реальности страха нет, и тревоги нет. Это очень важно понимать, поэтому лечиться от них не нужно. И единственный момент, в который я подразумеваю оправданное употребление расслабляющих и релаксирующих трав, это когда вы делаете 48 или 72 часа голодания, потому что физически ваши гормоны находятся в состоянии повышенном. То есть тут вопрос не с головой, тут вопрос с физическим телом. И вы получаете все бонусы от вашего голодания, но для того, чтобы немножечко притормозить себя и хорошо уйти ко сну, не говоря о тревоге, а говоря о просто физическом разгоне, в этом случае я поддерживаю употребление разных трав. Ашваганду только мужчинам нет, и мужчинам, и женщинам, и женщинам. Для мужского та, упаси вас Господь, в зависимости от того, какую ашваганду вы находите у кого. Ашваганда – это мощнейшая, потрясающая юридическая трава, которая не растет только для женщин или не растет только для мужчин. Травы подходят и мужчинам, и женщинам. Ашваганда, как один из очень хороших инструментов для нормализации работы центральной нервной системы, не являющийся каким-то ярко выраженным антидепрессантом или каким-то ярко выраженным лекарством, но она потрясающе снимает воспалительные процессы, очень хорошо влияет на организм. Для мужчин и для женщин одинаково. Спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Это вам. Спасибо за крутые вопросы. Спасибо. Мне сегодня свернули кровь, доказывают, что при кардио свернули кровь. Вот это интересное. На Аристова 286, очень интересное название. Это свернули кровь, это в смысле достали вас. Доказывают, что при кардио на голоде не используется гликоген, а только окисление мышечных волокон. Смотрите, примерно так. Вы даже не должны никому ничего доказывать и отвечать. Во-первых, я годы делаю кардио на голодный желудок, каждый день ходя. Где-то мои мускулы пропадают, мои мышцы, мои плечи, грудь, спина, бицепсы, трицепсы. Я для вас показываю свои фотографии регулярно. Вы видите меня годами. Это же не потому, что я где-то обманывая вас, ем тихаря. Я могу попивать кофе и все. И кардио сжигает ведь мышцы, правильно? То есть вас, если кто-то вам рассказывает, что ты себе там навредишь, показывайте сразу на мой профиль. Вы говорите, вот этот товарищ может делать 72 часа голодания, в конце делать на 1000 калорий тренировку, каждый день во время голодания ходить 15-20 тысяч, и при этом мускулы никуда не деваются, его тело только развивается. Это ваш аргументированный ответ. Но с точки зрения биологии, ваше самое лучшее описание для человека, который вам скажет, если ты будешь ходить или делать кардио на головный желудок, там у тебя будут мышцы сгорать. Ваш прекрасный пример и для вашего собственного понимания. Когда у вас в доме холодно, у вас есть камин, правда? У вас есть камин, и у вас есть связка сухих дров в доме. У вас есть гора, дров на улице, которые прикрыты снегом, может быть. И у вас есть прекрасный дом, оставленный хорошо, да? Вам холодно. Что вы начинаете делать, ребята? Каждый из вас сейчас дайте ответ. Что вы начинаете делать, когда у вас есть частный какой-то домик в лесу? Классный, уютный домик с камином. Вы разжигаете костер и топите его дровами, правильно? И каждый человек, который ошибочно или из пены, из пены изо рта доказывает вам, что если ты будешь на голодный желудок сжигать мышцы, то это примерно так. Мне холодно, нужно затопить камин, ломаем столы и стулья, понимаете? И сжигаем мебель, сжигаем кровати, матрасы, подушки, но при этом дрова остаются нетронутыми. То есть, где логика этого хода событий у человека, который доказывает вам обратно? Ведь правда? То есть, ты сначала сжигаешь твой гликоген, который является сухими дровами, которые у тебя лежат дома. Затем, если гликоген заканчивается, то идет в ход ваш жир. Жиром в этом случае является под слоем снега на улице или мокрые дрова, которые нужно занести на ночь в дом, чтобы они просохли. И в этом случае ваша очень хорошая метафора – это то, что ваш гликоген восстанавливается из вашего жира ночью. Если вы достаточно сохраняете калорийного дефицита. То есть, ваши сырые дрова просто так гореть не будут, но их нужно занести, чтобы они подсохли, и потом завтра они будут гореть, потому что в этом случае ваш жир восстанавливает ваш гликоген во время сна. И только лишь спустя неделю голодания, когда вы вообще ничего не едите, когда у вас закончились дрова сухие, закончились дрова под снегом, вот только тогда, когда либо ты умрешь от холода, либо ты начнешь ломать столы и топить тем, на чем ты сидишь и в чем ты спишь, вот только тогда начнутся процессы катаболические в организме. Тогда мускулы начнут использоваться в виде какого-то очага энергии. Но, внимание, как только вы начинаете есть, ваши мышцы восстанавливаются очень быстро. Поэтому это примерно из области, где я плотник, я сжег свой стол, но как только у меня появилось дерево, я сделал себе новый стол. Мышечная память, восстановление мускулов, точно так же, как вы не занимались полгода в зале, но до этого занимались 10 лет, вы возвращаетесь, и у вас тонус моментально практически восстанавливается. Поэтому все эти страшилки, они и безосновательны, и слабо образованы с точки зрения физиологии и того, как энергетический менеджмент проходит в вашем теле. Тело никогда не будет сжигать ваши мышцы, когда у него есть тонна более здравых источников энергии. Так, классные вопросы. Вы каждый день прямой эфир в одно и то же время? Нет, каждый день я делаю прямые эфиры тогда, когда мне удобно, и когда я могу вписать прямые эфиры, но стараюсь примерно в одном русле их вести, потому что у меня безумно насыщенный график. Я сейчас сделал часовую сессию ответа на вопросы в моем марафоне. До этого я сделал посты, сейчас мы с вами работаем, и ровно через 34 минуты у меня начинается в марафоне прямой эфир, но до этого я должен еще сделать несколько постов и опубликовать таблицу. У нас постоянно ведется работа. Ну, примерно я стараюсь, чтобы всем часам и поясам было удобно участвовать, делать прямые эфиры. Красота! Ребята, мне очень нравится наш сегодняшний прямой эфир. ПГ-18 на 6, каждый день кардиотренировка 30 минут, нормально, силовые нельзя. Нельзя силовые, пожалуйста, кардиотренировку вы можете заменить на обычные 10 тысяч шагов, в которые вы можете ходить как в зале, так и дома. Оксана, здравствуйте, Алексей. Что можете сказать о подагре? У мужа инсулинорезистентность и подагра. Как правильно подобрать диету при этих двух болячках? Врачи говорят, при подагре нельзя жирное. При подагре вы абсолютно правы, нельзя жирное. И человек, который зарабатывает подагру, обычно получает ее, к сожалению, из-за того, что у него долгое время было неправильно распределенное калорийное. В принципе, алкоголь, скорее всего, был. И некачественные жиры. Насчет подагры, точно так же, как и насчет ряда болезней, я вас очень попрошу сейчас, я не буду давать развернутый ответ, потому что 15-минутное видео, которое у меня в загашнике запасено для YouTube, я сделаю и дам там развернутый ответ. Но я вам сейчас скажу, при подагре вода, при подагре наличие жиров в любом случае должно быть здоровое количество полезных жиров. Вы не должны бояться питаться правильно, но при этом вы должны понимать, что наши врачи очень часто лечат подагру классическим способом, выводя вас вообще на не совсем правильный здоровый путь. Обязательно вода – это то, с чего вы должны начать. Как и когда правильно пить воду с уксусом? Отдельное видео есть на YouTube, посмотрите, вот то, что подагру я сделаю, сделаю вам видео на YouTube, точно так же с уксусом, чтобы сейчас не тратить время на него. Есть отдельное видео, которое называется «Уксус, что будет в шоке». У мамы заменена область сустава на протезы, ей тяжело ходить. Какие варианты для нее? Плавание. Если протезирование было проведено, то первое, к чему вы должны обратить маму, это к плаванию. Самое безопасное – отсутствие нагрузки вертикальной, никаких перегрузок, никаких ударов, возможных падений. Самая безопасная среда для человека с протезированием – это плавание. Какой, на ваш взгляд, самый качественный рыбий жир? Любой, который вы купите в аптеке, который не будет намешан с растительным жиром? Ну, один из самых распространенных – это Салгардию, 150, Сайхерба. Скажите, пожалуйста, где вы учились? Я тоже хочу… У меня два высших образования, но вас никогда не научат быть страстным, вас никогда не научат быть безустанно учащимся человеком, который развивает его внутреннюю страсть. Этому не учат. Учат точным наукам. Учат и неточным наукам. Одно из моих образований – это филология. И это неточная наука, которую очень хорошо учат. Я магистр филологических наук. И это не делает, подчеркиваю, тебя страстным человеком, который развивает и расширяет горизонты своего поля. Ни одно образование никогда не сделает тебя таким. Ты должен чувствовать свое тело, ты должен чувствовать свой разум, свою душу и свое страстное желание двигаться в каком-то направлении. Ребята, работа, которую ты получаешь при наличии высшего образования, будет тебя кормить. Работа, которая при наличии высшего образования обеспечит тебя крышей над головой и теплом, и ты сможешь создать семью и всех обеспечить. К сожалению, в таком ключе никто еще не изменил мир. Если вы этого не хотите и вам этого не нужно, то прекрасно. Вы образовываетесь и работаете, и получаете удовольствие. И это очень хорошо. Очень многим людям не нужно менять мир вокруг. И никто даже не ищет реализации каких-то внутренних страстных, огненных желаний. Но если вы чувствуете, что у вас сидит какая-то заноза, которая не дает вам покоя, если вы чувствуете, что у вас есть какая-то странная вещь, которая не дает вам и спать, вы даже можете не чувствовать это, то этому никто никогда не научит. Не курсы, не университет, не советы близких. Вы только должны чувствовать себя и двигаться, пытаться реализовать себя. И только тогда вы сможете добиться невероятной высоты. И самообразовываясь в любом кинематограф, точной науке. Ребята, о чем мы с вами говорим? Ни один великий разум, который изменил мир вокруг нас и не сделал нас такими, какими мы есть, не был продуктом. Вот я это все сделал, потому что меня обучили так делать. Если вы где-то обучали величию, все бы мы были с вами Стивами Джобсами, и были бы Марками Цукербергами, и были бы Джеффами Безосами. Но этому не учат. Каждый должен стремиться развиваться и учить самого себя. Это очень важно. Джефф Безос вообще работал в компании. Это, если вы не знаете, это хозяин и директор Амазона. Богатейший человек планеты. И богатства никогда не было главной задачей. Главной задачей было... Есть очень классное интервью в 96-го года. Говорит, Джефф, не, как вас зовут? Меня зовут Джефф Безос, и сидит такой наивный мужчинка. Он говорит, я увидел статистику в газете, что интернет растет со скоростью 2600% в год. Я думаю, а что бы мне можно было на этой почве придумать? Я придумал, я буду продавать книжки через интернет. А сегодня, год спустя, после основания компании, мы уже продаем мышки и клавиатуры и прочее. Это было 20 лет назад. И этому никто не мучает, понимаете? Этому нельзя обучиться. То есть вот он придумал, он решил, он принял решение. 20 лет спустя стоимость активов человека 140 миллиардов. Как-то так. Так, давайте я возьму еще один вопрос. И как понять, что метаболизм замедлился? Ну, слабость, отсутствие желания что-либо делать, не путать с ленью и не путать с проблемами с щитовидкой. И очень малый объем силы энергии. То есть вы просыпаетесь, и через час вы уже прям... Такой эффект тоже можно получить, если позавтракать. А, лучше пообедать. Вы до обеда прям ураган, пообедали и засыпаем. Вот это прям вещь. Четвертый день на вашей недельной диете. Как из нее верно выходить? Пожалуйста. В недельной диете я и рассказываю, как из нее правильно выходить. Либо вы ее не досмотрели до конца, либо вы ее не поняли полностью. Пожалуйста, посмотрите это видео. Алексей Добрудин, Юлечка, здравствуйте. Юрий говорит, почти 150 человек в эфире. Юрий, мне кажется, у нас было более 150 человек в эфире. И это круто. Алексей, третью неделю на ПГ начала потряхивать. Потряхивать вас может по миряде проблемы, понимаете? Очень много людей ищут в интервальном голодании лекарства от своих болезней. И это на самом деле так. Это является одним из инструментов. Но никогда и не является всецелостно полноценным прямо лекарством. Но можно совмещать ваше интервальное с чем-то. Но также многие, проходя какую-то программу, в ней начинают винить какие-то моменты. Вы потряхивать, может, от разных моментов. Какой день цикла, например, сейчас у вас? Вы сможете потряхивать именно от этого момента. Как у вас повышается эстрадиол, и вас начинает колбасить немножечко. Пожалуйста, расскажите про расход калорий на скакалке. Весь 76. На скакалке о расходе вы можете узнать из профиля моей супруги. Зайдите на любой пост и переходите на нее. Она очень много со скакалкой работает. Алексей, будьте добры про железо. У меня оно у нижней границы не ело мясо. Потом стало есть 3 года назад. Но железо внизу ПГ 3 месяца. Оленька, вопрос сейчас связан с железодефицитом. Вопрос такой. Понимаете, ваша кровь является прямым отражением того, как вы живете. Ваш уровень гемоглобина, ваш уровень ферритина, ваш уровень белых и красно-кровенных телец, ваш уровень лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов. Все это вместе говорит о том, как вы живете. Вы живете в негативном энергетическом фоне, вы живете в негативном питательном фоне. Это все очень важно. Если вы будете, например, очень долго находиться на веганской диете, опять же, я не против, но разбор анализов вегетарианцев и наших веганских друзей говорит мне о том, что, к сожалению, требуется ряд дополнений. И я сделал для вас отдельное видео в YouTube, в котором я рассказываю о том, как следует работать с нашими вегано-вегетарианскими диетами. И вот, например, опять же, я не могу вам показывать именно фамилии. Вот такие вот анализы, да, я разбираю марафонские мои, которые говорят нам о том, что вот, значит, у нас здесь есть недочетики. Да, я подчеркиваю, я опять же не могу вам показывать именно фамилии. Но, вот один из примеров. Человек не ест мясо. Смотрите. Гематокрит, гемоглобин, объем эритроцитов, ширина распределения эритроцитов. Далее у нас белое и красное кровяные тельца. Гемоглобин 9,4 при норме 11-16 на полу. Посмотрите на эти показатели. И все у нижнего референса остальное по крови. Почему? Потому что, к сожалению, недостаточно количества витаминов группы В, ферритина, недостаточное количество у печени и костного мозга инструментов для кровоснабжения строительства. И это приводит к тому, что кровь начинает забедняться. Поэтому ваша задача, если вы не ели мясо, теперь едите мясо, ваша задача обеспечить организм энзимами пищеварительными, чтобы он мог переварить это мясо. Достаточно количества витамина В, которые приходят из, например, таблеток. Да, но печень, очень хороший витамин В из пищевых дрожжей, общий витаминный профиль и обязательно вы должны понимать, что просто железопринятие не лечит от пониженного гемоглобина. Просто железо может даже не усвоиться. Нужно смотреть на общий анализ крови. Так, ребята, сдала анализ крови и все показатели плохого холестерина в разы выше норм. Два месяца на кето и ПГ, что делать и почему таки? Кто вам сказал, что это по бочке вообще? Все смотрят на свои анализы и расценивают их с точки зрения классической схемы. Холестерин повышен, я умираю, где мне заказать гробик? Так, вы понимаете, холестерин – это ваш друг. Вы смотрите на ваши триглицериды. Если у вас триглицериды начинаются на десятое, будьте счастливы. Ваш холестерин никогда в жизни вам не навредит. Но если у вас высокий холестерин и высокие триглицериды, это смертельная комбинация, которая как раз и образует бляшки. Но эти бляшки образуются не плюшно, что у вас холестерин высокий, а потому что у вас сахара много или алкоголь присутствует. Триглицериды – это ваш показатель. То есть если ты штрафишься, если ты ешь каку, если ты ешь нечистое, если ты ешь плохое, в общем, все, что убивает, убивает не холестерин. Убивает холестерин и триглицериды. Когда триглицериды низкие, которыми они и будут на кето, и холестерин высокий, это будет вам давать чистую кожу, хорошие гормоны. Это будет вам давать здоровье и долголетие. Упаси вас, Господь, что вы волновались за ваш холестерин и волнуйтесь за уровень триглицерина. Ребята, родные мои, мы с вами прекрасно провели эфир. Я вас от всего сердца благодарю. Приглашаю вас, мои хорошие, в марафон. Ссылка в моем профиле. Если вы меня смотрите в YouTube, ссылка под описанием видео. Подписывайтесь, ставьте пальцы, и мы с вами прощаемся. До завтра. Я безумно рад и счастлив сегодняшнему эфиру, потому что он прям реально очень крутой. И это делает меня безумно счастливым, потому что я могу в нашем с вами общении отвечать на те темы, которые вас интересуют, и раскрывать глубину и помогать очень многим. И все благодаря вам, ребята. Спасибо за ваше внимание. Потому что без внимания, все это бестолку. Я могу говорить со стеной или со столом, например. Пытаться ему что-то доказать или рассказать, или помочь столу стать здоровее. Ваши уши, ваши глаза, ваше внимание, доверие – это все. Спасибо вам. Отключился. До завтра. До завтра.